Матод. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. На этой неделе есть два знаменательных события. Во-первых, мы уже вошли в месяц АВ. И 9-го числа будет пост, точнее, пост 9-ая АВа выпадает в этом году на субботу и поэтому переносится на следующее воскресенье. Я напоминаю вам, что как-то мы разбирали Магилат Айха, по крайней мере, одну главу достаточно подробно. И в нашем канале на Телеграм я поставил материалы того занятия, когда мы разбирали Магилат Айха. А во-вторых, наконец, Галут догнал Израиль. В хорошем смысле. Я напоминаю вам, что начиная с Песаха, глава, которая читалась в Израиле, шла на одну неделю вперед. И на прошлой неделе, к примеру, в Израиле читали главу Матод, а в Диаспоре читали главу Пинхас. Но на этой неделе в Израиле прочитали главу Масей, последнюю главу книги Бенедбар. А в ней, в Израиле, прочитали две главы Матод и Масей, таким образом догнали. Я помню давным-давно, слышал от моего учителя, что, начиная с Тишабы Ав, чтение недельных глав привязано к календарю. Очевидно, имеется в виду, что суббота перед Тишабы Ав – это особая суббота, и там есть специальная автора, и суббота после Тишабы Ав, которая начинается… Помните вы, как она называется? Шаббат Нахаму. Да, вот они всегда, к ним привязан постоянный авторок. Вот с Шаббат Нахаму начинается авторок в Тишине. Ну вот, так по этому поводу я, значит, еще раз вам напомню, что курс наш с Бофьей Помощи идет на третий цикл, и из недельного раздела я выбираю сейчас уже то, что мы не успели разобрать. И вот сейчас… Ага, что у вас на экране, господа? У вас глава Матод? Дело в том, что в прошлый раз, неделю назад, мы разбирали главу Пинхас, которую читали в «Диаспоре», но там у нас очень мало оставалось, поэтому мы начали разбор главы Матод. И вот сейчас мы продолжим главу Матод, и я думаю, что останется у нас время. Немножко, немножко у меня есть материалы из главы Масей, которая последняя глава в книге «Дамедбар», но начинаем мы вот отсюда. Так, где мы закончили в прошлый раз? Я надеюсь, нам кто-то подскажет. Например, Анна. Анна, вы с нами, да? В прошлый раз, к сожалению, что-то прервалась связь, распалась цепь великая, распалась и ударила. И мы с вами не дошли до конца материала, который я готовил. Где-то мы остановились в районе 30-х, наверное. Да? Алло-алло? Мы остановились на 23-м, 22-й, 23-й отрывок. Ага, спасибо, Анна. Натан, подвинь, пожалуйста, текст наверх, чтобы у нас на экране… Про очищение сосудов. В верхней части экрана, чтобы у нас было где-нибудь так… Кафбет. Так, еще, 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 еще. Вот так, вот так. Нет, немножко лишнего даже. Чуть назад. Еще, еще. Вот так где-то, да. Да, да. Хорошо, вот так. Ну, давайте. Давайте. Да, глава. Это глава какая, посмотрите. 31. 31, да? Кафбет. Да, понятно, понятно. Так. Итак, я прочитаю вам Кафбет. Коль давар ашер яво ваэш, таавиру ваэш ве тахер, ах бемей ни да, йин хата, вихоль ашер ло яво ваэш, таавиру ва май. Здесь, напомню вам, речь идет о трофеях, захваченных у побежденного народа, вещи, которые определенную ценность имели. Сосуды из металла, а также из дерева. Ну, возможно, речь идет и об одеждах, и о тканях. Так вот, всякая вещь, которая пройдет через огонь, переведите ее через огонь ве тахер, и она очистится, она будет очищена. Но бемей ни да, йин хата. Мей ни да здесь не связано непосредственно с тем, что называется ни да, то есть определенные периоды. Вот, это просто вода, в которую окунается человек для очищения, и вот в эту воду следует опустить, да, окунуть, и хата имеется в виду очиститься от, хоть здесь и мы видим корень слова хет, да, мы не считаем, что есть какой-то грех на вещи, да, но вещь очистится от скверны, от нечистоты, да. Если она будет проведена через огонь и после этого окунута в воду, так, вихолешер ло я во ваэш, но все, что не проходит через огонь, например, деревянный сосуд от огня испортится, да, тавиру ба маим, его проведете через воду. Это был пасук 23, так, теперь 24, Анна. Да. Да. Кавдалет? Да. Кавдалет? После этого вы идете в Стан. Есть вопрос, который вы можете на ответ на него поискать в комментариях. Здесь речь идет о ком? О людях, которые были на войне. Верно? Какая нечистота, самое главное в этом случае, это нечистота от мертвого тела. Но мертвое тело имеется в виду еврей убитый. Однако мы с вами читаем, что в этой битве ни один еврей не был убит. Но было повержено много врагов. Тем не менее, враги, которые не являются евреями, точно так же, как нееврей не имеет святости, как у еврея, нет у него соответствующего уровня души. Точно так же тело его не имеет нечистоты. То есть, например, Коэн не имеет права, не может войти на кладбище еврейское, но может войти через кладбище нееврейское, если известно, что евреев на нем не хранили. Соответственно, о какой нечистоте здесь может идти речь? И вот в комментариях это совещается. Тем не менее, хоть нечистоты от тела убитого, от мертвого еврея здесь нет, да, следует все одежды постирать в седьмой день, и тогда будете чисты, и тогда сможете войти в Маханестан. Так, Кав, Гей, Анна, спасибо. Кому включается? Маши. Кав, Гей. Воюмер Ашем Эль Моше Лемор. Сказал Всевышний Моше, говоря. Продолжение, спасибо. поднимите это выражение которое означает пересчитайте она встречалась в этом да посчитайте поголовье буквально это один из терминов да что взяли войны это сейчас мы увидим молкох это буквально взятое га шеви шеви это взятое седьмое это нет нет это не швея и который через айн а шеви это взятое в плен уведенные от этого же корня человека который не получил никакого представления о еврейской традиции да он подобен еврею которого в детстве украли украли его младенцем и даже не за что так вот шеви шеви это взятое в плен среди людей среди животных ты и элазар первосвященник и главы отцовских домов общины общины да совершенно спасибо тимофей и кто нам двигает текст наверно на там вот сейчас мы кафт займ переведи вверх вот еще еще немножко вот так спасибо замечательно да кафт займ после тимофея читает людмила она не заботит что у нас сегодня светлана бы я должны нагрузить я даже предлагаю ей дать штрафную там я читаю молков бэйн тевши да видите кафт займ кафт займ да 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 вы вы просто слова прочитали с ошибкой я поправляю вас как бэйн тевши вот в этой фразе первое слово уделено желтым и еще одно слово вот это слово читается второе тофсей это не шинасин а тофсэ ха милхама ха йо цым ла цэва увэйн коль ха эда и раздели раздели рас половине буквально раздели пополам маха ци та хэ ци да малков взятые добыча захваченные между обратите внимание что здесь буква син а мы это слово пишем через сам мэх да тофс это буквально схватиться ухватиться так тофсей а милхама имеется ввиду это люди которые ходили на войну и воевали и соответственно они принесли вот эту добычу да тофс это буквально держащийся за войну так син и самых иногда меняются местами да но шин и син никогда не меняются если в слове написано шин то не может быть там син да не становится никогда правда правда некоторые комментаторы находят находят связь между корнями в одном из которых шин в другом син например лэ а цэр отделя десятину и лэ а шэ разбогатеть ну тут связь принципиальная но не грамматическая так бэн тофсэ между теми кто ходил на войну принес добычу га ёц им ла внимание здесь слова цава 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 это войско вышедшие да ла цава на войско буквально да у вейн кольга это между всем обществом совершенно верно сейчас мы поймем каким образом то есть располагать между половину этим половина тем а кто те и кто эти мы сейчас увидим спасибо почему два раза милхома у нас получилось нет нет милхома а потом войско то есть милхома война цава войско да вот это я не очень поняла то есть ходившими на войну и вышедшими между держащимися за войну буквально выходя в вышедшими в войско вот здесь использована полная форма да такой двойной парный союз бэйн зэ увэйн зэ как например благословение утренних мы говорим бэйн йом увэйн лайн между тем и между этим просто эти четыре слова получается это характеризует тех кто ходил на войну вот это да 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 вот бэйн это одна сторона а увэйн это другая сторона сейчас мы увидим что это значит то есть все что принесено да должно быть разделено пополам одна половина идет тем кто ходил на войну солдата другая к кому кто обеспечивал им надежный тыл так но тем не менее тут мы увидим что есть некоторые различия спасибо людмила кто сейчас когда светлана еще юлия есть юлия прекрасно мы будем рады так ну кафхет мы даем светлане да а М-м. Сейчас мы переведем, да, я готов вам помочь. В-е-га-ре-мо-та от слова ле-га-рим. Рам – это расположенный высоко, вознесенный. И ты буквально возвысишь. Теперь слово мехтес знакомо, к сожалению, всем, кто живет в Израиле. Что такое мехтес? Это что-то вроде подохода Бога, да, 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 да. То есть возьмешь некоторые, ну, давайте будем переводить это именно этим словом, налог, да, для Бога. М-м. 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 В прошлой фразе у нас было это слово. Сколько надо взять от тех, кто ходил на войну? Эхад нефеш, то есть одну душу. Ме хамеш а меот. Хамеш меот – это? Сотни какие-то. Пять сотен, да? Вот пятисот, то есть одну пятисотую. Одна пятисотая – это что? Две десятые процента. Минга отдам от человеков, от людей. То есть от тех, кого они взяли в плен. А кого они взяли в плен? Женщин. Женщина-владенца. Для чего? Для жен и для служанок. У Минга – Бакар. Осел. Нет, осел. Вот. Абакар – это? Бык. Да. Так. У Минга хамурин. Вот это уже осел. Да. Из-за слов. У Минга цон. Цон. Баран. Баран. Правильно. Ну, я надеюсь, это я не себя показал. Баран. Да. То есть одну пятисотую – это из той половины, которая досталась солдатам. Так. Спасибо. Все правильно. Кафтет. Кто сами? Юлия. Добрый вечер, я могу. Добрый вечер. Так. Кафтет. Минга цитам Тикаху в Элеазер Гакоэн. Трумата Ашема. То есть вот этого из половиненного будет взята… Трумата Ашема. Будет взята и дата дадина… Дану. Да. Элеазеру священную Коэну. Элазару. Да. Коэну. Трума. Возношение. Да. Как и возношение Всевышнему. Да. Спасибо, Юля. Все правильно. Еще раз. Значит, вот мы сейчас увидим с вами на конкретных примерах. Все приведенная вся добыча была разделена пополам. Теперь вот те, кто ходил на войну, они от того, что досталось им, отдают одну пятисотую. То есть по одному из пятисот. Спасибо, Юля. Это теперь ламет очевидная, да? Да. Одна. Кто у нас присутствует? Я просто не хочу переключаться. Давайте я читаю. помимохатцит вины Иссреал, деках 1% мин хамишишим, мин адам, мин адам, мин абакар, мин хабарин, мин хацон. Микола веймаг. А из половины сынов Израиля возьми одну буквально ахуз, мы переводим слово ахуз как процент, но здесь не сказано один процент, а сказано, мы переведем одну часть из пятидесяти. То есть по современным меркам два процента, одну пятидесятую. Мишкан Ашем, которые хранили службу Скинии Всевышнего. Вот так. Так, хорошо. Анна, пожалуйста, ламит Альф. Да, верно, так оно и было. Так, спасибо. Тимофей, ламит Бет. Маламит Бет. Извините, такой термин. Вот слово баз – это лавазез, это лавоз – это брать себе. Что называется словом баз – это все, кроме того, что перечислено. Так? То есть здесь мы берем именно Малкоах, а в Малкоах входит что? То, что мы сейчас назвали – это человеческие души, это из скотов быки, ослы и мелкий рогатый скот. Да, который взял народ, вышедший в армию. Малкоах в армию. Малкоах в армию. Малкоах в армию. Это стадо из 600 тысяч и 70 тысяч в армию и 5 тысяч. То есть 675 тысяч, да. Кого было? Цон. Коз и овец. Да, да. И вот из этого количества это кому досталось? Анши Милхама. Им было велено отдать одну пятисотую по Эл-Азару. Да, и мы увидим, когда я вначале это читал много-много лет назад, я специально вооружился калькулятором и посчитал, действительно все совпадает. Так? Мы это увидим. Спасибо. Спасибо, Тимофей. Так? Ламет Гей. Так? Ламет Гей – это? Людмила. Людмила. У вакар шинаем вешив им алаф и крупного рогато скота две и семьдесят две тысячи. Да, две и семьдесят тысячи. Семьдесят две тысячи, да, верно. Да, все правильно. Спасибо. Ламет Далет. Тут коротенькие идут. Ва гаморим и гад ве гамешут алафин. И аслов… Ва гаморим и гад ве шишин, альф, альф, да. Ой, это сестручки, извините, ве шишин альф. Да, аслов… Уголцерию не путайте, да. Аслов один из шестьдесят сотен, получается. Тысяча. Ой, тысяча. Получается шестьдесят одна тысяча. Шестьдесят одна тысяча, да, да, да. Так, спасибо, Юлия. Так, Светлана у нас есть, да? Так, пожалуйста. Нефеш Адам из душ людей, имеется ввиду, из живых, да? Мин, га, нашим, нашим – это кто? Нашим, нашим – это рядом женщин. Женщины, конечно. Мужчины – а нашим, женщины – нашим, да. Ашер ло яду, которые не знали, мишкав. Шохев – это лежать, да. То есть лежание мужского, Захар, да. То есть они не были с мужчиной, да. Коль нефеш – всех душ. Шнаим ушлушим алиф. Шнаим. Тысяча. Тридцать две тысячи, да, 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 верно. Верно, спасибо. Так, кто-то к нам присоединился, да? Если у вас желание поучаствовать активно, пожалуйста, включите микрофон и участвуйте. Я почему-то вижу не всех, а только тех, кто уже говорил, да. Нет? Больше никого нет? Спасите, можно вопрос, пока пауза возникла? А насколько вот эти цифры реальны? То есть они, вам кажется, завышеными, занижеными или что? Да, большие, конечно. Ну а че уже был покорен целый народ? Достаточно много. Ну, смотрите, тридцать две тысячи. Мелкий сход, шестьсот семьдесят пять тысяч. Ну, там, ответ, допустим. Так много много. Ну, сейчас, если мы покорим город, может быть, не так уж много баранов в нем мы найдем, хотя вот я гляжу на некоторых наших соседей, вполне могут сойти. Но тогда-то, в общем, люди чем занимались? То есть, в частности, скотоводство. Так что стада были довольно крупные. Тем более, речь идет о народах, которые жили в Зайордании. А почему колено Рувена и Гада попросились туда? Потому что это, как они сказали, мком микне. То есть, это место для пастбищ. То есть, как эти народы занимались в основном скотоводством, так и поселившиеся на их месте вот эти вот два колена, точнее, два с половиной колена, да, они тоже занимались скотоводством. Скота было вполне достаточно, да. Меня смущает несколько другое. Очень ровные цифры, очень четкие, да. Потому что отделить одну пятисотую, допустим, от тысячи можно, да, а, допустим, от двадцати двух довольно сложно это резать по-живому. Но вот здесь вот цифры приводятся, точнее, числа приводятся именно кратные. Может быть, они округлены. Может быть, и сделать так, чтобы не пришлось евреям долго трудиться. Так, мы с вами. Что мы читаем? Ламед Вав. Ламед Вав. Это, наверное, уже я читаю, да? После Медва. Нет, после вот женщины, которую... После Светланы кто? Вы читаете после Светланы. Я читаю, да. Это тоже слово хеце, то есть половина, да? Вот та половина, которая... Которая часть тех, кто ходил в войско, то есть солдат. Миспар от сон. Миспар – здесь количество. Сон – мелкого рогатого скота. Три сотни тысяч и тридцать тысяч. И семь тысяч и пятьсот, да? Сколько получается? Триста тридцать семь тысяч пятьсот, да? Это количество сон. Ну что же, вполне возможно. Да. Смотрите, вот количество нашим, нашим, да? Это, по сути, не жены. Если бы были перечислены жены, то можно было бы прикинуть, что примерно такое же количество было и мужчин, да? Но здесь речь идет о юных девочках, которые не знают... Которые не были в контакте с мужчинами, да? То есть до где-то там, насколько я понимаю, 12-летнего возраста, да? Соответственно, народу было довольно много, да? Потому что были еще и дети мужского пола, были еще мужчины, были женщины, которые были женами, да? Мы знаем, что был приказ уничтожить вообще весь народ, да? И оставлены от них только вот, что мы видим. Так что народ был весьма многочисленный. Так, это я вам прочитал Ламет Вав, да? Теперь Ламет Зайн. Анна, да? Да. Так? Да. И вот и была, ну, как бы, дань, налог Всевышнему из мелкого скота 600, 6 сотен и 5 и 70, то есть 675. Да. Как мы получили это количество, да? Мы взяли от тех, кто ходит в войско, это передано 1,5, и кому передано? Элазару войну, да? То есть вот это вот число, это 1,5 от вначале заявленного, от полученного. Ну, я в свое время проверял. Так. Да, все так. Ламет Тет. Ламет Хет. Ламет А, Ламет Хет. Ну, немножко я промахнулся, вам обычно-то это остается. Да. Ламет Хет. Спасибо, Тимофей. Давайте. Спасибо. Читаем. Да, Бакар. Шиша у шлошим. Алиф. У михсам. Зашем. Шнаем. В шивим. И крупного скота 6,30 тысяч. 30 тысяч, да? Да, михсам это михс шлахем, то есть налог. Да, налог, дань. Да, налог Всевышнему 72. 2,70. Да, да. Да, так и есть. Ламет Тет берете? Беру. Подождите, но у нас все-таки остальным-то обидно будет. Ну, а что остальным? Ну, давайте тогда по два всем. Да, да, по два, если что надо. Хорошо, согласен. Согласен, да. Новая традиция. Так. Вахамурим шлошим элев вахамеш меот у михсам вашем эхад вешешим. И ослов 30 тысяч и 500. И налог с них Всевышнему 1 и 60. 61, да? Да, так и есть. Спасибо, Тимофей. Так, теперь два мы даем кому? Людмиле. Людмила. Прошу вас. Венефеш адам шиша асар алиф у михсам нашим шинаем ушлошим нефеш. И душу человеческих. Душ человеческих, да, в смысле людей. Шиша асар алиф. 16 тысяч. И дань, их дань всего имуа 32 души. 32 души, 32 человека, да, верно. Спасибо, Людмила. А зачем они? А так Людмиле еще один полагается? А, еще один. Да, конечно. Зачем они? У Шолома Лейхема есть замечательная фраза в рассказе «Три календаря». Вы будете спрашивать, зачем генералу два еврейских календаря? Зачем генералу один еврейский календарь? Для чего, о чем здесь речь? Это данницы. Их можно брать в жены, да, естественно, агиюривши. А можно использовать как служанок. Тоже неплохо. Мало ли работы по дому. То есть, коаним и лавиин, да, они не занимались, допустим, сельским хозяйством, но, скажем, у них были свои садики, огородики, свое небольшое там поголовье рогатого скота, кошки, собаки, попугаи, обезьяны. То есть, не совсем добровольный генерал, так скажем. Да, да, это не генерал, это вот статус шифха-израилит. Это как, деточка, ты хочешь на дачу, или чтоб тебе голову оторвали, да? Да, да. И дал Моше дань Турму, ну, приношение Всевышнему. Приношение буквально, да. Элиэзеру Коэну, который заповедовал Всевышний Моше. Как заповедовал Бог Моисея, да? Да. Элиэзера Коэн, он был вместо Аруна Коэна, это один из его сыновей. Так, ясно. Спасибо, теперь Мембет и Мемгимел прочитает Светлана, да? Да. Хорошее слово, да. Махацит, это тоже как хецы, половина. Мы используем этот термин, помните, где спутали, да? Махацит ашекель, половина ашекеля. И с половины вне Исраэль, ашер хацца, то есть, которая разделила с половиной Моше, так? Мина анашим, да? Между людьми. Да. А что такое цов им? От слова цова войска образуйте глагол. Войскующие, вышедшие войска, да? Так, то есть, как это сказать? А, есть русский глагол, замечательный, мобилизованный, да. Так, давайте еще Мемгимел, так вот мы решили. Я понимаю, вы очень скромно делаете. Девушка, но мы же знаем, что вы просто скрываете свои таланты. Другие. У вас и эти тоже. И было мэхэцат от половины, да? Хаэда. Эда, общество. Мин ха цон из цон. Мин. Ну, Светлана. Ну, а еще раз писем. Я просто пишу пирами за вами, и я не успела. О, да. Сон. Мелкий, рогатый скот, да? Сколько было? Шелош мэот элэф? Триста тысяч. Да. Так. Сейчас сбилось немножко, уже не вижу где. Да. Да. Шелош мэот элэф. Шелош мэот элэф. 30 тысяч. И 30 тысяч. Да, и 30 тысяч. Но я просто помню, сколько их было, да? И? Шелош мэот элэф. Это 7 тысяч. Да. И 7 тысяч. Шелош мэот элэф. Это 500. И 500. И 500. Да, 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 да. То есть число то же самое, то есть общее число было разделено пополам между тем, кто ходил в войско и тем, кто был в тылу. Сначала вот это число назвали, потому что это была половина солдатская, а теперь это половина общественное общество, да? Так. Спасибо. Где мы? Где мы? Я немножко потерялся. Мэмдалет. 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 А сейчас нам показывают то, что раньше было, да? Да. Да. Натан, ты с нами? Да, конечно. Передвинь, пожалуйста, текст. Где-то мы на уровне мэмдалет. Еще, еще. Ну, вот так как-то. Вот как-то так, да. Да, 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 вот так. Да. Мэмдалет. Это была Светлана, теперь два читаю я, да? Нет, подожди, Юлия у нас. А, Юлия, конечно. Ой, извините, извините, честное слово, я. Я ненарочно, да. Там коротышки все равно. Ну, сначала хамурим это, а, сначала бичи, извините. Слушай, почему же это я так, да. Почему же это я так, да. Почему же это я именно в Амбеле? Да. Да. Выков? Это 30 тысяч, 500 и 500. А, и 500. 30 тысяч, 500, да. Да. Да, совершенно верно. Во, цепер, я спасибо, Юлия. В, дефеш адам, 16 олев. А, душ челевических, да, 16 тысяч. И взял мысль из половины сынов Израиля. Имеется в виду штатских, не тех, которые ходили в войско. А, хус, в данном случае мы переводим как часть, одну из пятидесяти, то есть одну пятидесятую, то есть два процента, от людей и от скота и дал их кому? Левитам, хранящим службу Мишкана, скини Всевышнего, как велел Всевышний Моисею. Вот так. Так. Ну что же, продолжим по два? Нет, иначе не хватит, иначе на всех не хватит. Давайте, давайте, давайте. Давайте по два, правильно. И приблизились, ну, как бы начальники тут, получается, Кудима, которые над сотней, над тысячей воинов и князья над тысячей и над сотней. Да, то есть тысячи начальники и сто начальники. Тимофей, да. Да. Так. Тимофей. Тимофей, да. Переводим. И сказали Маше, рабы твои сделали главы людей войны, которые в руках наших и не послужили от нас. Сейчас, одну секунду, я потерял немножко, я закрылся текст сам. Это мы в Матор. Мемтед. Матод и Мемтед. Мемтед. Так, Мемтед. Тут много таких интересных. И сказал, да, и сказали, они сказали. Моисею, да. А вы твои носу пересчитали? Носу. Вы считали, да, количество людей в войне, буквально, которые в наших руках, в руках тысячи и сто начальников, и не пропал буквально из них человек, то есть ни один не был убит, что само по себе чудо, истребили целое государство, весь народ взяли добычу, и ни один не был убит. Вот так. Нун, спасибо, Тимофей, все правильно. Окей. Вех умаз, вех лехапер аль навшотену лифне ашем. Да, спасибо, Леонид. И приблизили приношение Всевышнему, человек, который нашел. Нашел, Кали, Загав, то есть вещи золотые. Имеется в виду, что каждый из тех, кто нашел, взял себе какие-то вещи золотые, что же они, что же за вещи? Эц, Ада, перевод, это браслет. Тамит, по-моему, тоже браслет, да? Тамит, да, цамит, это тоже браслет. Очевидно, как-то они различались, да? Кольцо. Кольцо. Агиль, это серьга, агилин, да? А вот слово кумаз, кумаз, некое нательное украшение, объясняет Раши, в форме женского чрева. Для искупления за помыслы сердца о дочерях Медьяна, которые, как мы знаем, сыграли свою незавидную роль в совращении. Искупить, да, искупить. Искупить, да, нашу тайну. Наши души перед Всевышним. Да, да. Это, значит, по инициативе всего народа, но принесли это под имени народа кто? Сто начальники, тысячи начальники. Спасибо. Это была Людмила, значит, сейчас Юлия, да? Это потом Юля. А, Света, конечно. Ну, это Юля. Как хорошо, что Анна у нас разделяет, а не я, думаю. Да. Я только анархию нашел. Каждая очередь по себе, уже сам, мне кажется. Нет. Войках Моше, Велязар, Хакоэн, Эт, Азаав. Кольки ли Моше. 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 Так. Идал Моше. Илазару. Ах. Чиннику золота. Да. Мы и там от них. Да. Все вещи. Так. Всякий сосуд. Моше. Сделанный. Слово. Да. Да, спасибо. Все так. Вот теперь Юлия. Да. У вас просто очень похоже произносится. Разные вещи. Например, хамурим это ослы, хамурим это наши учителя. Я, конечно, понимаю, что отношение к учителям может быть разное, но поскольку я сам учитель, мне... Я считаю, что это нужно сделать... Да. И было... Извините, отвлек. Вояги кольца. Это золото, которое было... Агатарма... То есть было... Развышено буквально, да. Ашерги Риму, которые вознесли... Внесли Всевышнему... Всевышнему... Да. Что Асар? 16 тысяч... Ага. Семьсот... Вах, хамиши. И пятьдесят шекелей. Шекелей, да. Итого получается 16,750. И там еще кусочек остался, Юля не дочитала еще. Да, а Меэт. А, я даже вкуп спел. Меэт... Не дайте, что я ищу за учителей, да. Меэт саре... Меэт. Сар, это, по-моему... Ну, вообще-то, Сар, это как бы министр, да, гельможа. От глав сотен, от глав тысяч и глав сотен. Меэт от. Да, все так. Спасибо, Юля, спасибо. Так, нун, гиммел, пожалуй, вот это уже мое, да. Аншей ацава базезу ишло. Интересная фраза, я на нее обратил внимание аж 40 лет назад. Люди войска набирали добычу, то есть, можно сказать, грабили, каждый для себя. Вот что такое-то базз, да, базезу, это имеется в виду добыча не из того, что перечислено отдельно. Отдельно перечислено, что люди, быки, остлы и мелкий рогатый скоб. Так, спасибо, нун, далит, нун, далит, Анна, и... Но вы лучше прочитайте, чтобы никому не обидно было. Ну, давайте я прочитаю. И взял Моше и Элазар Коэн. Золото от начальников тысяч и сотен и принесли его, то есть золото, в шатер собрания в память для сынов Израиля пред Богом. Мы прочитали вот этот параграф 31 из главы Матод. В главе Массе есть буквально несколько фраз, которые мы не дочитали предыдущие циклы. Вот, на самом деле там есть две главы, одна из которых занимается исключительной географией, описывает границы Эрес-Кисраэль. Но чтобы с этим разобраться, надо иметь карту и идентифицировать все названия. Это занимает много времени. То есть я подготовил этот материал, но, в общем-то, я не рассчитывал, что за это занятие мы успеем все пройти. Вот, а во второй главе есть кусок, который перечисляет имена. Поэтому заниматься этим, наверное, мы не будем. Просто очень вкратце я вам покажу, что там есть в этой главе, в главе Массеи. Я имел в виду из параграфа 33 первые пять фраз и дальше с 50-й до 56-й, насколько я понимаю. Нет, с 40-й до 56-й фразы. Вот, и немножко я думал взять из главы Ламед Далет, а именно от 13-го посолка до 18-го посолка. Ну, если это позволит нам время, может быть, в следующий раз мы немножко этим займемся. Но на этой неделе как в Израиле, так и вне Израиля закончили книгу Камедбар. И уже в субботу днем мы прочитали первые псуким, первые фразы пятой книги, пяти книжей, книги Дворим в Таразаконе. И вот на этой неделе мы уже читаем Сафер Дворим. Ну вот, на этом я сегодня заканчиваю. Всем большое спасибо. Приходите еще, приводите друзей, знакомых, соседей и родственников. Вот, всегда рад к вашим услугам. Если есть вопросы, давайте, пока я еще здесь на линии. Ну, я надеюсь, мы все разобрали. Да, 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 спасибо. Туда добра. Счастливо, всего доброго. Всем счастливо. Ну и на всякий случай, Сом Каль, слушай, Натар, следующее воскресенье, это как раз девятое авуа. Как раз на воскресенье переносится субботу пост. Так что, наверное, или мы делаем позже, или мы не делаем. Объявим заранее. Объявим чуть раньше. Окей. Как будто посколько у вас кончается. Кто кончается? Когда у вас кончается пост. Тогда у нас кончается пост. Кончается пост. У нас примерно как кончается шаббат. То есть, примерно в 8 часов вечера. Ну, где-то в полдевятого, послушай, но надо как-то прийти в себя, поесть. Да, надо же еще. У нас он кончится в 10 вечера. Мне кажется... Вау. Божий. Да. 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 Скорее всего, надо пропустить. Эйн кэмах, эйн тора. Да. Ну, давайте тогда, значит, дворим мы будем рассматривать в следующий раз. Ладно. Скорее всего, мы отменим. Всем счастливо. Пока. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok